Да, в хорошую сторону свернули, дорогой Аусев, Кутузов, какая фамилия, да, помните, был у них этот, который с Наполеоном Кутузов, уж не знаю, родственники они там, не родственники, действительно, уже который по счету генерал погибает на фронтах российско-украинской войны. На этот раз, насколько я понимаю, что это один из самых высоких чинов, самых высоких чинов, которые только могут быть, значит, вот он, командующий, извините меня, пятой армии, генерал Роман Кутузов. Насколько я понимаю, генерал-майор. Генерал-майор Кутузов, человек не просто не последний, а один из просто элита-элит генералитета России, вот я вам это докажу, вот он стоит в центре, здесь на фотографии, видите, вся эта генералитня, значит, тусуется с Путиным. Вот он в центре стоит, на минуточку. Значит, генерал, командующий пятой армией, то есть, если бы, ну, так брать Вторую мировую войну, это как погиб бы, ну, не знаю, Рокоссовский, да, или погиб бы кто-то командовал этими армиями, да, какой-нибудь Котовский, какой-нибудь Жуков, да, вот такого уровня. Такого уровня генерала отправили на тот свет. О чем это говорит? Это говорит, что либо, значит, ну, их просто не защищают, эти генералы, потому что как можно уничтожить генерала такого уровня? То есть, либо, ну, я не верю в то, что он там просто гулял, да, и тут случайно прилетело. Либо у украинцев абсолютно блестяще работает разведка, они точно знают, вот когда там этот Кокошников рассказывает, как они уничтожили 125 тысяч командных пунктов, да, никто не видел этих командных пунктов, где, что, как, вот. А здесь, вот, видимо, украинская разведка работает настолько блестяще, что они точно знают, где эти генералы сидят, и они реально лупят по командным поставкам этих армий. Да, то есть, может быть, я не исключаю, благодаря в том числе и американским разведданным, хотя американцы стыдливо сказали, что нет, мы не будем рассказывать, где Шойгу там и где Герасимов, но как-то про остальных умолчали. И вполне возможно, что американцы подбрасывают информацию со спутников, да, и позволяют точно наводить удары по российскому генералитету. Но то, что армия российская не может защитить своих генералов, своих командующих, это просто невероятно, это просто поразительно. Вот, я думаю, что это хороший урок для Дон Кадырова, что если вот так вот может случиться, он приедет там в очередной раз тикток снимать в Украину, что все может быть, что уже и не уедет. Потому что, я повторяю, ну, помните, как циркулировали слухи о ранении Герасимова и с каким лицом он сидел спустя какое-то количество дней, реально как будто ему перебинтовали одно место. Как ликвидировали там всех этих руководителей дивизий, как уничтожали руководство там этих российских элитных подразделений. Огромное количество офицеров высшего командного состава. Ну, это об очень многом говорит, как и в украинской армии, так и в армии российской. То есть, насколько эти люди вообще защищены. Вот, пишет Терман, Дон не выезжает и не выезжал из Чечни. Либо свои сдали, такое тоже не стоит сбрасывать со счетов. Нет, вполне возможно, разведка же работает не только в плане заснять что-то, подсмотреть. Вспомним Штирлица, и я не исключаю, что какое-то количество российского офицерского состава прекрасно работает с украинской разведкой. Потому что уж очень точечно работают, очень точечно работают украинцы. И повторяю, мы пока не видели ни одного подтверждения, чтобы погиб украинский генерал такого уровня. Россияне бы орали, танцевали, плясали, Скобеева, Соловьев. Они бы это, ну не знаю, месяц бы посвятили обсуждению, как погиб такой-то украинский генерал. Ничего нету такого. То есть, украинские генералы, несмотря на то, что у России есть авиация, высокоточные калибры, шмалибры, как-то выживают и как-то продолжают совершенно спокойно руководить. Ставка залуженного работает блестяще. Да? А вот российские генералы гибнут один за другим. До этого что-то там случилось с генерал-лейтенантом, который летал на самолете отставным. До этого там еще куча генералов. Вот и все. Вот и все. Да, пишет Колпаков. Все думали, что конструкции на башнях танков РФ это против Джавелина. Оказалось, что это экспедиционные багажники для товара. Ха-ха-ха. Хорошая версия. Смешно. Хорошая версия. Хорошая версия. Продолжение следует...